Цена за врачебную ошибку человеческая жизнь. Самые тяжелые и болезненные для общества случаи, когда жизнь только начиналась. В родильном отделении Даугавпилской больницы умер новорожденный. Мой коллега Алексей Дунда отправился во второй самый крупный город Латвии, чтобы разобраться, почему погиб младенец. И вот его личное дело. В семь бригады с Екатуса приехала. И пришла ко мне врач, сказала, что ребенок не жизнеспособен. Что если ребенок выживет, то он, скорее всего, станет инвалидом. Ребенок не выжил. Мальчик Эмиль умер 25 апреля. Вместо долгих лет всего несколько часов жизни. Со временем легче. Я никогда в жизни не забуду это. И вроде каждый месяц 25 число для меня самый худший день. Потому что вот в этом месяце было бы 10 месяцев. Эта история так бы и осталась трагедией одной молодой девушки, если бы не статья в местной газете. Когда мы имели документ на руках, мы опубликовали. Документ – это заключение инспекции здоровья о том, что доктор Анна Крумпене, принимавшая роды в Даугвиповской региональной больнице, совершила врачебную ошибку. Она слишком поздно произвела кесарево сечение, в результате чего 25 апреля умер новорожденный. Роженица поступила в отделение 23 апреля. Сложенные роды шли три дня. При этом никаких отклонений во время беременности ни у матери, ни у ребенка зафиксировано не было. После публикации встал вопрос о будущем родильного отделения во втором повеличине городе страны. Статья вскрыла острую нехватку врачей в больнице, в целом и в роддоме в частности. И ситуация в последние годы такая странная. У нас многие из Долговпилчанки едут рожать в Прелии и в Екапелс. Не знаю, мне кажется, мог бы и министр здравоохранения в конце концов подключиться к этой ситуации. Второй повеличине город в Латвии, да? Подключаем министра здравоохранения. Я еще не готов это комментировать касательно родильного отделения в больнице, региональной больнице города Долговпиласа. Я могу лишь радоваться по поводу того количества новорожденных, которые в прошлом году родились в родильном отделении больницы города Прелии. Знаете, почему их там так много родилось? Хотите, я вам открою секреты? Откройте, пожалуйста. Потому что очень много жителей Долговпилса едет рожать в Прелии. Это означает, что все-таки эта услуга, она в Прелии тоже нужна. В Долговпилском родильном отделении каждый месяц появляется на свет около ста малышей. Здание и оборудование новые, все построено и закуплено несколько лет назад при помощи еврофондов. Тем удивительнее допускать возможность закрытия роддома. Директор больницы Реннис Йокс говорит, медучреждение действительно испытывает трудности с персоналом, но все организуется. В роддоме три постоянных врача, которые работают днем, и шесть дежурных специалистов. Что же произошло 25 апреля? Доктор Крумпена развернутого ответа не дала. Во время подготовки сюжета была за границей, в Индии. Не было кому работать, и главный врач попросил меня, не могу ли я поработать. И когда у нас были две тяжелые женщины на родах, и я не знала, кому первая помогать, он меня спросил, а почему ты не попросила второго? А кого я могла попросить? Я вообще была одна. И вот почему я так работала, нужно спросить у главного врача. Почему у нас некому работать? Поэтому я там больше не работаю и не буду работать. Я хочу признать вам тот же вопрос. Почему в тот день некому было работать? Ну... Мне трудно сказать, честно говоря. Я даже не помню этой беседы. Это действительно крайне редкий случай. Я думаю, в данный момент, может быть, там как раз вопрос был то, что один из докторов был больной. Но я не могу сказать, что это будет. В апреле я ушла на больничный лист. И получилось так, что доктор, администрация обратилась ко всем докторам дежурным. И доктор Крумпаны дежурила дополнительное дежурство. Сегодня Алла Липатова замещает главу отделения. Та на больничном. Одно дежурство 16 часов, второе – ещё 16. Между – перерыв 8 часов. При этом у доктора Крумпаны имеется частная практика. Принимает пациентов во вторник, среду и четверг. Согласно законодательству, в неделю врачи могут трудиться 60 часов. Обычные работники – 54. Не наложилась ли частная практика на дежурство? И сколько часов подряд могут трудиться медики? Руководитель, к сожалению, не может проконтролировать, когда и где врач работает вне медучреждения. У себя в учреждении руководитель может посчитать, как суммируются рабочие часы персонала. Но что делать человек вне основной работы, установить нельзя. Было сделано кесарево сечение, да, оно нужно было делать данной женщине. Но оно было сделано с запозданием. Это на 20 часов запоздание? Да. В связи с тем, предоставлены были документы, что параллельно шли роды другой женщины, семейной, с зелеными водами, нарушениями сердцебиений. Доктор как бы была перед дилеммой, где ей надо быть. Дежурные врачи в роддом Далгуфилса приезжают в том числе из Лудзе и Краслово, где были закрыты свои отделения. Но если заболеет хоть один врач, это уже большая проблема. Если сразу два – настоящий кризис. Срочно нужны молодые врачи. Врачи уже пришли к своей пенсионному возрасту. То есть 50-е плюс, да? 60-е плюс. Чтобы привлечь специалистов в больницу, Далгойфилская дума стала доплачивать молодым врачам и даже предоставляет им муниципальное жилье. В следующем году Минздрав намерен изменить правила поступления в резидентуру. Приоритет на бюджетные места получат молодые врачи, заключившие договоры с региональными больницами. Выдержка из официального письма студенческого соуправления университета имени Страдыньша. Студенты против предложения Минздрава. Больше других обескуражены молодые врачи, у которых уже есть дети и семьи. У них нет возможности отправиться на периферию и единственный выход – не поступать в резидентуру. Опрос студентов показал, что 50% молодых врачей готовы уехать за границу. А что бы вы хотели сказать истории 19-летней сейчас девушке, которая потеряла у вас ребенка? Ну, это трудный вопрос. Я сейчас ничего не смогу сказать вам просто. Личное дело Алексея Дунды, Латвийское телевидение, Рига, Даугаспилс.